Состоялось заседание Высшего совета при губернаторе Подмосковья. В рамках мероприятия подвели итоги работы за этот год, а также наметили планы на следующий. Кроме того, на заседании вручили премии «Прорыв года». Луизия Геазарян продолжит. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал уходящий год успешным для столичного региона. Пройти его достойно удалось благодаря поддержке президента, содействию федерального центра, командной работе, а также тесному взаимодействию с жителями. Первое, на что обратил внимание глава Подмосковья – сохранение темпов экономического роста в регионе. Экономика Московской области прибавила 3,2%. На 12% выросла наша промышленность. Доходы бюджета, как и в прошлом году, мы смогли обеспечить на уровне 9,9,5%. Наш бюджет с вами 575-580 миллиардов. И валовый региональный продукт составляет 3,7 триллионов. Мы вторые в Российской Федерации. Отдельно Андрей Воробьев остановился на теме здравоохранения. В этом направлении, по мнению главы региона, совершен знаковый прорыв. Кроме открытия новых лечебных заведений, в этом году активно проводилась работа по капитальному ремонту и модернизации больницы-поликлиник. Эта программа дальше будет продолжена. У нас не должно остаться ни одной серой стены или не оборудованной поликлиники и больницы. Знаете, что в этом году президент объявил федеральную программу по поддержке, по модернизации поликлиник нашей страны. Здесь мы тоже будем участвовать в этой программе. Вопросы с обманутыми дольщиками и экологической ситуацией в регионе – эти проблемы губернатор обозначил как самые актуальные. Сделать такой вывод позволило количество обращений, поступающих на портал Добродел. По словам Андрея Воробьева, решению этих вопросов будет уделяться особое внимание. С 2013 года мы выдали 19 700 ключей. Это потребовало от нас мобилизации порядка 50 миллиардов рублей. За нерадилами, а ещё часто так бывает, что по сути мошенниками, мы вынуждены привлекать огромные ресурсы, чтобы решить проблему людей. Традиционно во время заседания высшего совета подвели итоги рейтинга муниципалитетов, который проводится в Московской области уже в третий раз. В нём содержится 50 целевых показателей, распределённых по пяти приоритетным направлениям – предпринимательская деятельность, государственные и муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни и сельское хозяйство. Городской округ Люберцы оказался в зелёной зоне и занял в этом рейтинге 14 место. Это зелёная зона. Мы находимся, будем во главе списка муниципалитетов. Поэтому я думаю, что мы именно Люберцы, Люберецкий городской округ является для Московской области по целому ряду вопросов локомотивом. Люберцы, возможно, сильнее других территорий тем, что традиционно собраны квалифицированные, профессиональные люди. Есть традиции глубокие, которые входят в эту глубь историю. И моя задача как главы, задача администрации в целом – максимально использовать вот этот потенциал. В тройку лидеров вошли городские округа Королёв, Реутов и Лосина-Петровский. Победителям присуждена специальная премия губернатора Московской области «Прорыв года». Денежные средства должны направить на дальнейшее развитие муниципалитетов. Луиза Игазарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий. Субтитры создавал DimaTorzok